Привет, друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Знаете, как это бывает, когда заходишь в маршрутку в очень жаркий день лета? Там обязательно найдется хотя бы один человек, которому жарко, холодно, дует или просто что-то не так. У меня не было ни одной длительной поездки, будь это автобус или поезд, где бы не было такого человека. Еще встречаются такие, которые любят сесть и сразу есть, воняя на весь вагон своей едой. Конечно же, там будут вареные яйца или вонючее меню, набор настоящего туриста. Расскажу вам про одну такую поездку, где у меня, по сути, спокойного и совершенно не конфликтного человека не выдержало терпения. Я просто не смогла сдержать свой гнев, разливая его на окружающих, но, к слову, весьма уникальным способом. Все остались живы, если что. Мы с подругой любили ездить на озеро. Еще с детства мы проводили там много времени летом, ведь там были специальные альтанки и можно было совершенно бесплатно там быть. Там мы с ней познакомились, когда нам было еще по четыре года. Оказалось, живем недалеко друг от друга и вот стали дружить. Сейчас мы уже взрослые и работаем. У нас есть дети, но мы любим оставлять их на бабушек и убегать на любимое место у озера, валяться весь день и тогда, отдохнув хорошенько, возвращаться домой. В тот день мы не успели купить билеты. Так вышло, что остались места только в разных концах салона автобуса. Ну что ж делать? Да, любим сидеть вместе, но разок проедемся и так. Вошли в автобус, заняли свои места. Возле меня села женщина, которая еще с самого начала поездки показала свой характер. Она указала на окно и потребовала его закрыть, ведь ей в жару плюс 35 дует и она боится заболеть. Плевать, что всем жарко, а потом она достала вонючие яйца и стала их есть. Я попросила ее открыть окно, но она проигнорировала. Когда закончила трапезничать, позвонила подруге и стала громко рассказывать на весь салон о бородавках у нее на лице и ногах. Я снова сделала замечание. Никакой реакции. Через 15 минут я сорвалась, но я не из тех, кто станет кричать. И она брала подругу и говорю, Ирка, встань и глянь на эту тетку, которая сидит рядом со мной. Ты представь, у нее появились новые бородавки. Так она их даже не заметила. Пришлось мужу зеркало держать и показывать, чтобы она внимание обратила. Все начали ржать, но тетка решила на меня наорать. За меня все заступились. До конца поездки она ехала молча. А после меня благодарили некоторые пассажиры за то, что закрыла тетке рот и смогла поставить на место. Еще и окно открыла. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.